здравствуйте дорогие любители вязания прежде чем начать мастер-класс я хочу сказать огромное спасибо всем кто нам помогает помогает своими советами отзывами лайками просмотром рекламы и конечно же тем кто помогает материально но девочки мои дорогие как приятно получать от вас перевод и как жалко что не знаешь кого благодарить конкретно а так хочется выразить свои слова благодарности индивидуально вот читаешь сухие данные перевод на энную сумму от веры петровны к или людмила андреевна ты или марина дмитриевна вы и до слез обидно что не знаешь этих людей и не можешь лично сказать спасибо допустим кто такая вера петровна к я догадываюсь вера спасибо огромное это уже не первая помощь от вас ну ну огромная благодарность остальным нет конечно мы благодарны всем но хочется сказать спасибо каждому в отдельности если кто-то посылает денежку и пишет потом сообщение на e-mail то это совсем другое дело мы можем пообщаться в переписке вот посмотрите где можно найти наши данные заходим на канал и ищем строку о канале вот заходим сюда и читаем информацию кому интересно где мы находимся что мы делаем номер карты если кому-то хочется оказать помощь и вот показать адрес электронной почты нажимаем и читаем еще хочу сказать что деньги которые вы нам посылаете пусть это даже небольшая сумма 50 рублей вызывают такую радость но не от того что это деньги а того что это подарок вознаграждение это очень трогает и поверьте что ни одна копейка не ушла на сторону все идет в дело на развитие канала ну вот во первых пряжа каждый образец вяжется из новой пряжи я никогда не распускаю образцы после vto это бесполезно акриловая пряжа сразу теряет свой вид вы это прекрасно знаете и хотя для образцов я покупаю сравнительно недорогой акрил вот вы можете посмотреть сколько уже связано вот нажимаем видео и пожалуйста посмотрите сами сколько связано узоров уже три года нашему каналу и сколько мы связали узоров и каждый каждый узор связан из новой пряжи очень хочется купить специальную лампу для съемок световой день уменьшается и без дополнительного освещения в пасмурные дни и зимой никак не обойтись и как мы сгаляемся со своими световыми приборами при съемках это надо видеть цирк отдыхает так я ушла темы еще раз хочу сказать всем огромное спасибо вы даете нам такую стиму для работы наши группы есть в одноклассниках во вконтакте в инстаграме в пинтересте ссылки на них можно увидеть под каждым нашим видео присоединяйтесь к нам и зовите к нам своих друзей пишите комментарии присылайте к нам свои просьбы мы обязательно отвечаем всем обязательно не всегда удается всем помочь увы мы не всемогущие но мы очень стараемся ну а теперь приступаем к нашему мастер-классу в прошлом мастер-классе когда я показывала как вязать узор номер 203 из книги 250 узоров для вязания на спицах кто пропустил этот замечательный узор эти замечательные косы то смотрите ссылку под видео наша подписчица фатима евлоева обратила внимание на книгу 250 японских узоров книга хитомишида хитомишида японский дизайнер по вязанию и она попросила если есть возможность сделать мастер-класс по вязанию вот этого узора в нижней части обложки этой книги и этот узор в книге есть посмотрите как он красиво смотрится и вот этот узор есть в книге этот узор номер 16 вот он как смотрится на образце когда связано 2 тут раппорта высоту я связала этот узор вот как смотрится этот узор когда связано 2 раппорта шириной 2 раппорта высоту такой интересный узор и я связала этот узор если его использовать в виде каймы в виде каймы мне понравилось больше кстати и на пряжи вот этого цвета на это на этой пряжи он как-то смотрится интересней и давайте я покажу вам как вяжется вот такая кайма действительно очень большое украшение вязаных изделий особенно если они связаны не узором и либо каким-то мелкорапортным узором таким неброским а вот сама кайма прекрасное украшение но и в самостоятельном виде узор смотрится вот тоже вполне достойно давайте я быстренько пробегусь по схеме для тех кто вяжет с нами в первый раз для тех кто первый раз вяжет вообще по японским и азиатским схемам я напоминаю что на схеме показаны петли так как они выглядят на лицевой стороне изделия по таким схемам легко вязать по кругу нужно читать все ряды справа налево и вязать так петли так как они обозначены на схеме что намного проще чем при поворотном вязании но не все вещи вяжутся круговым вязанием сейчас образец мы будем вязать поворотными рядами а при поворотном вязание у нас лицевая сторона и изнаночная сторона и на изнаночной стороне петли по схеме будут читаться наоборот если лицевые нечетные ряды мы смотрим на схему читаем их справа налево при вязании то в четных рядах в изнаночных мы смотрим на схему и читаем их слева направо и петли в четных в изнаночных рядах мы читаем наоборот вот посмотрите пустая клеточка показано что это изнаночная петля на лицевой стороне и лицевая петля на изнаночной стороне и соответственно если на изнаночной стороне мы видим лицевую петлю то мы будем вязать ее изнаночной петлёй вот что надо запомнить ну а все эти элементы мы с вами про вяжем узор кстати не сложный раппорт узора составляет 17 петель и 22 ряда здесь еще отдельно указано 2 петельки вот вот это ажурная дорожка раппорт узора этой дорожке две петли начинаем вязать мы с вами свяжем один рапорт ширину и один раппорт высоту набираем 19 петель вместе с кромочными первую кромочную я снимаю последнюю кромочную я провязываю изнаночной вяжем 1 лицевой ряд смотрим на схему все петли в этом ряду вяжем лицевыми второй изнаночный ряд тоже все петли вяжем лицевыми не забываем что в этих схемах мы обозначение в изнаночных рядах читаем наоборот мы видим перед собой изнаночные петли но мы провязываем их лицевыми 3 лицевой ряд сразу после кромочной провязываем 2 вместе лицевой с наклоном в правую сторону за передние стенки делаем накид и повторяем так до конца ряда 2 вместе лицевой за передние стенки с наклоном вправо делаем накид вяжем так до конца ряда и в конце ряда у нас одна лицевая петля на 7 показано 2 вместе лицевой в конце ряда но это третий ряд у нас раппорт отдельно идет две петли 1 раппорт узора и у нас так как у нас нечетное количество петель в основном раппорте то у нас получается отдельно лицевая петля в третьем ряду 4 изнаночный ряд все петли вяжем лицевыми 5 лицевой ряд все петли вяжем лицевыми 6 изнаночный ряд все петли изнаночные 6 изнаночный ряд все петли изнаночные 7 лицевой ряд 1 лицевая накид лицевая накид лицевая накид далее 2 вместе лицевой с наклоном влево за задние стенки снова еще повторяем так два раза 2 вместе лицевой с наклоном влево и еще раз 2 вместе лицевой с наклоном влево вот три раза так прописали теперь нам нужно три пары петель провязать по 2 вместе лицевой с наклоном вправо если с наклоном влево за задней стенке мне подхватывать было удобно петли то с наклоном вправо мне неудобно подхватывать для тех кто вяжет классикой наоборот мне нужно развернуть петельки таким образом и теперь мне легко их подхватить за передние стенки и они красивые ровно ложатся 2 вместе лицевой с наклоном вправо один раз 2 вместе лицевой с наклоном вправо второй раз и 2 вместе лицевой с наклоном вправо третий раз далее накид лицевая накид лицевая накид 8 изнаночный ряд сразу после кромочной накид провязываем лицевой петлей далее смотрим на схему у нас показано изнаночная скрещенная петля изнаночная петля вот я бы сейчас ее провязала вот так а изнаночную скрещенную подхватываю петлю сзади и снизу и провязываю ее изнаночной изнаночная скрещенная дальше лицевая 2 изнаночных 2 простых изнаночных 6 лицевых снова 2 изнаночных 1 лицевая изнаночная скрещенная 1 лицевая и еще раз изнаночные скрещенная 9 лицевой ряд теперь нам нужно привязать лицевую скрещенную простую лицевую я бы провязала сейчас так алиса лицевую скрещенную мы тоже подхватываем петлю сзади и снизу и вот так и разворачиваем лицевая скрещенная далее изнаночная лицевая скрещенная изнаночная петля затем делаем накид 2 вместе лицевой с наклоном в левую сторону 6 лицевых теперь 2 вместе лицевой с наклоном вправо делаем накид 1 изнаночная лицевая скрещенная и 1 изнаночная в конце ряда 10 изнаночный ряд вяжем точно так же как 8 ряд 8 изнаночный 1 лицевая изнаночная скрещенная лицевая 2 изнаночная 6 лицевых 2 изнаночных лицевая изнаночная скрещенная лицевая изнаночная скрещенная 11 лицевой ряд сразу после кромочной лицевая скрещенная изнаночная лицевая скрещенная далее делаем накид 2 вместе провязываем лицевой с наклоном влево вот здесь у меня лицевая петля лежит удобно а изнаночная петля неудобно на вот так просится чтобы ее развернули можно конечно и так привязать но когда петлю развернешь вот они ложатся ровнее смотрятся красивее 2 вместе лицевой с наклоном влево 4 лицевых 2 вместе лицевой с наклоном вправо теперь здесь наоборот у меня изнаночный лежит удобно лицевая неудобно 2 вместе лицевой с наклоном вправо накид лицевая скрещенная изнаночная лицевая скрещенная изнаночная 12 изнаночный ряд лицевая изнаночная скрещенная лицевая изнаночная скрещенная лицевая петля далее изнаночная 4 лицевых снова 1 простая изнаночная лицевая изнаночная скрещенная лицевая изнаночная скрещенная лицевая изнаночная скрещенная если вы путаетесь какие петли в изнаночном ряду провязывать изнаночными скрещенными посмотрите на лицевую сторону их уже хорошо видно вот эти вот рельефные дорожки составлены из лицевых скрещенных петель 13 лицевой ряд лицевая скрещенная изнаночная один раз лицевая скрещенная изнаночная второй раз лицевая скрещенная изнаночная третий раз дальше накид 2 вместе лицевой с наклоном влево 2 лицевых 2 вместе лицевой с наклоном вправо накид изнаночная лицевая скрещенную изнаночная лицевая скрещенная концы ряда изнаночная петля 14 изнаночный ряд лицевая изнаночная скрещенная лицевая изнаночная скрещенная лицевая 2 простых изнаночных 2 лицевых снова 2 простых изнаночных и чередуем лицевая изнаночная скрещенная лицевая изнаночная скрещенная лицевая изнаночная скрещенная 15 лицевой ряд лицевая скрещенная изнаночная один раз лицевая скрещенная изнаночная второй раз лицевая скрещенная изнаночная третий раз и еще раз вывязываем лицевую скрещенную вот у нас было 3 лицевых скрещенных мы добавляем еще одну далее будет накид 2 вместе лицевой с наклоном влево вот посмотрите я изнаночную петельку разворачиваю сразу за лицевой так 2 вместе лицевой с наклоном вправо делаем накид и чередуем лицевая скрещенная снова здесь у нас появляются новые лицевая скрещенная изнаночная лицевая скрещенная изнаночная лицевая скрещенная изнаночная 16 изнаночный ряд лицевая изнаночная скрещенная лицевая изнаночная скрещенная лицевая изнаночная скрещенная дальше 4 изнаночных и снова чередуем изнаночная скрещенная лицевая изнаночная скрещенная лицевая изнаночная скрещенная лицевая и в конце еще одна изнаночная скрещенная 17 лицевой ряд мы вяжем точно так же как вязали 7 ряд сразу после кромочной вяжем лицевая делаем накид снова лицевая делаем накид еще раз лицевая делаем накид теперь нам нужно три пары петель провязать попарно вместе с наклоном в правую сторону вот здесь нужно лицевую петлю 2 вместе лицевой с наклоном вправо лицевую петлю развернула еще раз 2 вместе лицевой с наклоном вправо и третий раз 2 вместе лицевой с наклоном вправо и теперь нужно три пары петель провязать наклоном влево 2 вместе лицевой с наклоном влево 2 вместе лицевой с наклоном влево и 2 вместе лицевой с наклоном влево далее делаем накид лицевая петля накид лицевая петля и снова делаем накид вот мы провязали так 17 ряд 18 изнаночном ряду мы вяжем все петли изнаночными вот посмотрите как получается мы провязали 18 рядов а теперь смотрим на схему и мы видим что 19 лицевой ряд и 21 лицевой ряд вяжем точно так же как 17 и соответственно 20 изнаночные 22 изнаночный точно так же как 18 давайте про вяжем самостоятельно эти четыре ряда и посмотрим что у нас получится ну вот мы привязали с вами один раппорт ширину 1 раппорт высоту посмотрите как красиво смотрится этот узор когда он связан в виде каймы или когда он связан виде основного узора все давайте скажем спасибо фатиме и флоевой за идею мастер-класса ставьте лайки если вам понравился мастер-класс если вам понравился узор пишите комментарии подписывайтесь на наш канал и присоединяйтесь к нам везде где мы есть в интернете все ссылки вы найдете под этим роликом еще раз огромное огромное спасибо за вашу помощь за ваше внимание за ваши комментарии спасибо вы очень дороги для нас я желаю вам здоровья позитива удачи и ровных легких петелек пока пока